Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну что же, очередной скандал. И наш драгоценный, наш любимец Песков, Димка Песков, по кличке Песочница, которая у нас проходит, опять в этом скандале, как говорится, поставил жирную точку. Сказал, знать не знаю, ведать не ведаю. Хрен его знает. Мы здесь не при делах, ни при чём. То есть, когда надо, ни при чём. Когда не надо, ни при чём. Такие ловкие ребята, друзья мои. Даже вообще просто на ходу ему бы карманником где-нибудь работать. Наверное, вот он со своими усами, как говорится, загипнотизирует, пошевелит, а сам все карманчики, часики, бумажники всё обчистит. Но, видите, как бы пошёл на другие должности. Хотя, наверное, щипач из него был бы замечательный, потому что с невозмутимым видом бы чистил карманы граждан. Ну, это только, так сказать, мои домыслы, конечно. Такой достойный человек, ну, не будет же он обманывать и воровать кошельки у граждан. Ну, в чём же причина? Да, чё тут я возбухаю, так сказать? Ну, в Москву приехала делегация ХАМАС. Да, приехал, ну, наверное, по делам, чё-то поговорить, перетереть. Ну, а с кем? Кто здесь решает? Да, ну, не знаю, там, не на рынок ли они приехали, какой-нибудь Доргомиловский, чтобы там помидоров купить, там, и с кем-то побазарить. Нет, они приехали договариваться о чём-то. И, ну, а так как ХАМАС, ну, крепко набедокурили в последнее время, это только сказать, мягко сказать, потому что, ну, вторглись на территорию Израиля, перебили совершенно не каких-то вооружённых людей, а совершенно людей, гражданских детей, женщин там, ну, и ещё заложников захватили. И с этого всего началось вот это, опять же, подставили жителей, ну, жителей вот этого своего сектора газа, потому что в ответ-то тоже удары. И там, и сям, в общем-то, огромное количество женщин, ну, как бы ХАМАС, как всегда, типа, не при делах, начал уже сливаться, и приехали зачем-то в Москву. И Израиль возмутился, что, то есть, это вот, ну, откровенные, как бы, террористы, откровенные мерзавцы, которые, ну, убивают женщин и детей, берут заложники. О чём вы с ним говорить будете? О чём? И Песков вместо того, что сказал, ну да, мы хотим договориться, к примеру, да, вот специально пригласили вот этих граждан, чтобы с ними договориться, чтобы они выпустили заложников или там что-то прекратили свою вот эту вот деятельность. По-честному, ну, хотя бы, да, пытаемся с ними договориться. Израиль возмущён, чего их пригласили, да, вот, что вы имеете отношение с этими террористами. Песков сказал, знать не знаем. Они в Кремль не ногой. Мы их не, как бы, не приглашали. Чё приехали, зачем, ну, непонятно. Кремль, значит, кремлёвской, как он, кремлёвской программы у Хамаса нет. Какая программа? Что они, Кремль приехали в Мавзолей посетить? Или там матрёшек себе купить? Ну, наверное, так. То есть, друзья мои, удивляюсь, удиваюсь такой ловкости. Я знать не знаю. Ничего. Приехали какие-то бородатые дядьки. Зачем приехали? Почему? Хотя есть там кадры уже там с кем-то они всё-таки, с какими-то официальными лицами всё-таки какие-то разговоры вели. Ну, в общем, никакой. Вот я смотрю, вот куда делась какая-то политическая культура. Какие-то хоть хитрости какие-то. Хоть что-то придумать. Или просто знать не знаем. Вот к нам это отношение не имеет. А что вы тогда там делаете, если у вас в Москву приезжает банда вот этих вот злодеев и ходит куда попало? Может, они здесь что-то собираются устроить? Да, там, может, что-то такое, да? А вы знать не знаете? То есть, на хрена вы там сидите? Ну, как бы вот вопросы и там, и там возникают. Но невозмутимость и безотчётность просто выпустили Пескова, чтобы сказать, ну, скажи что-нибудь. Ну, надо что-то, чтобы Израиль успокоился. Ну, Израиль, там, ребята такие, они вот эти шутки-то не понимают. Они, может быть, так, ну, смолчать даже не смолчат, скажут. Ну, если вы так, то и мы вам там сейчас тоже, так сказать, такую эту покажем козью морну. Ну, в общем, смотрим, друзья мои. Потому что современная политика – это такой вот некрасивый цирк. И вот там выступает вот такая клоунада. Как таких людей держат? Непонятно. Всё, пока, счастливо.